Приветствую вас, все очень хорошо, что вы написали все достаточно подробно. Это поможет нам лучше проанализировать то, что вы написали. И я могу сказать вам, что состояние ваше связано как раз таки с тем, что с вашим молодым человеком настоящим. А вам хорошо. Он для вас идеальный. Вы его воспринимаете как идеального. А идеальных людей нет. Из-за этого, для того, что вы видите его как идеального, вы чувствуете себя хуже его. А раз вы чувствуете себя хуже него, значит, вы не можете быть полноправным партнером в отношениях. Другой мужчина тянет вас к себе неспроста. Он тянет вас к себе именно потому, что у него есть недостатки. И эти недостатки приближают его к вам. Делают его равным правом. Что значительно повышает интуитивную привлекательность его. Понятно, что вы с молодым человеком потому, что вам хорошо. Вам удобно. Вам приятно. Вам комфортно. Но все это является как бы потребностью. Это потребность в том, чтобы получать то, что вы от него получаете. Ласку, заботу, тепло, нервность, комфортно. Но это потребности не чисто женские. Это потребности человеческие. Каждый человек нуждается в этом. И это то, чем вы себя сами в одиночестве обеспечить во всей видимости не можете. Ну, у вас не получается быть самой собой так, чтобы давать себе все то, что нужно. Что нужно для вот обеспечения вот этих вот ваших потребностей. И вы как бы поэтому привязаны к молодому человеку. Несмотря на то, что вы считаете себе хуже него, ведь вы и расставались с ним уже, да, то есть бросали его. Вы сейчас этот сценарий повторяете, что опять-таки не повышает, наверное, в ваших глазах самооценки по отношению к себе, да. И все вот это, ну, делает вас как бы дальше друг от друга. Почему вы, например, не можете своему молодому человеку обо всем рассказать? А потому что вы считаете, что вы на разных уровнях. Он выше вас, а вы ниже. Как в такой ситуации можно построить отношения? Никак. Потому что отношения, простите, строятся людьми совместно. А вы, вы не партнер в отношениях. Вы чувствуете себя ниже, чувствуете себя хуже, и из-за этого все проблемы. И, пожалуй, избавиться от этого состояния вам поможет только понимание того, чего вы хотите сам. Вот коллега правильно написал, что он написал. Побудьте выединить. Только, знаете что? Прежде чем, вообще говоря, следовать своим желаниям, судя обеспечить потребности. Вот у гуманистической психологии есть такой хороший слогат, выражение. Не хлебом единым сыты будете. Да? Но только в том случае, если перед этим человек сыт. Вы можете доверять своим желаниям. Вы можете им следовать только в том случае, если есть обеспеченность ваших потребностей. Пока этого нет, у вас не получится действовать исходя из своих желаний. По сути дела, поиск самостоятельных способов удовлетворения своих потребностей является первоначальным шагом. Обрести ненависимость от своего молодого человека. Стать им уравноправным. Стать таким же, как он. В том плане, чтобы не использовать его для уравнодворения своих желаний. А задавать себе вопрос такого плана. Могу ли я ему что-то дать? Хочу ли я ему что-то дать? И вот тогда откроется, в общем-то, простая истина. Истина это будет заключаться в том, что вы с ним не являетесь женщиной. Вы не чувствуете себя с ним женщиной. Вы чувствуете себя с ним человеком, о котором заботятся. Да. Это да. Вы чувствуете себя с ним человеком, потребности которого удовлетворяются. Это да. Но вот партнерства в отношениях, ощущения себя женщиной нет у вас. Потому что это невозможно без того, чтобы понимать. Никто не идеально. В данном случае, ваш мужчина, это своего рода замена родителям. А мужчина, это ненавидит. Да, мужчина заботится, да, мужчина там, но он еще и требует что-то взамен. А ваш человек, ничего взамен не требует. То есть ему достаточно того, что он вам что-то дает и все. И возможно, вы его никогда не любили даже. Вы думали, что любили. Вы думали, что вам с ним хорошо. Именно потому, что он удовлетворяет ваши потребности. Но думаю, что любви, как таково, у вас нет. Когда все ваши потребности удовлетворены, начинается постпроизвольный процесс. Постпроизвольный процесс, это когда основные желания удовлетворены. И человек может свободно, относительно, независимо распределять свою энергию. Ну, это знаете, как вот, например, человек, допустим, поработал, да, удовлетворил свои потребности в пище, во сне, там, еще какие-то потребности, например, в безопасности и в любви. И вот у него все потребности удовлетворены, а силы есть и времени. И вот эта чистая активность, да, она направлена на то, что человеку хочется. Это желание не критично, а не именно постпроизвольно. Соответственно, ваши желания говорят о том, что вы нуждаетесь во всем том, что вам молодой человек, ваш настоящий дает, но при этом также говорят о том, что вы не являетесь женщиной в привычном смысле этого слова. В узком смысле этого слова женщиной вы не являетесь. И вот до тех пор, пока мужчина не будет давать вам то, что вам нужно, чтобы ощутить себя женщиной, а это, вероятно, именно то, что дает вам другой мужчина, то вы чувствовали себя, ну, как минимум, наравне с ним. Вы не будете счастливы. И ваше состояние будет постараться раз за раз именно до тех пор, пока вы будете выдавать свои потребности за чувство. Ну, согласитесь, если бы у вас была любовь к мужчине, то она из ничего просто так не ушла бы. Вам бы хотелось сделать этого человека счастливым, вам бы хотелось сделать для него что-то постоянное, но вам этого не хочется. И это нормально. Не нужно заставлять себя. А раз вы заставляете, значит, вам это нужно. И если у вас есть уважение к вашему правду, лучше откровенно скажите ему о том, что вы чувствуете. Он этого достой. Как и достоин того, чтобы в случае невозможности для вас быть с ним, жить дальше, не в обману, не во лжи, а в искренности. Так, чтобы другая девушка любила его, ценила его, уважала его и с ним чувствовала бы себя той, кем вы себя ощутите. Силу своих особенностей характера. Силу может быть темпераментом, не может. И как нельзя требовать от вас быть тем или той, кем вы не являетесь, так и от мужчины нельзя требовать того, чтобы быть не той, с кем он думает, находится сейчас в отношении. Того требуют, ну, нормы морали. И поскольку это нормы морали, то только вам решат, будете ли вы так поступать или нет. Но если вы уважаете своего настоящего мужчину, если вы его цените, если вы действительно хотите ему счастье, то вы расскажете ему все как есть. И вы будете с ним честны. Потому что честность – это самое главное условие для уважения человека. А я думаю, что мужчина, если он такой, каким вы его описали, честности и уважения очень даже заслуживает. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...